Мы отправились гулять по Ялтинской набережной. Слушайте, я не ожидал, что Крым вот такой. Ночь идет долго в реальности, в видео это будет вот так. Ну вот, друзья, наступило утро. Отправились гулять по Ялтинской набережной. Пойдемте прогуляемся вместе с нами, посмотрим здесь как все выглядит, какие достопримечательности. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, вот такая у нас набережная Ялтинская. Здесь она, конечно, летом более людная, конечно, чем сейчас. Но, тем не менее, сейчас тоже люди гуляют. Хоть у нас еще достаточно утренние, то есть 12-й час. Но, тем не менее, как вы видите, люди ходят, гуляют. Погодка теплая, правда, ну не настолько, конечно. Грассов, наверное, 5-6 тепла вот так. Что здесь, чайки, голубей, дети мои бегают, кормят, бегают за ними. Кафешечки работают на берегу, можно просто полюбоваться такими видами. Как вы сейчас уже видели, на той стороне уже есть пляжи, где можно купаться. Здесь, конечно, вот на этой набережной вы не покупаетесь. Это порт, большая часть, и, конечно, здесь никакого купания и помине, конечно, нет. Вот, друзья, мы все гуляем, продолжаем прогулку по набережной Ялты, по Ялтинской набережной. Что сказать, ну, красиво, все хорошо, но вид Балаклавии, конечно, круче, согласитесь. Если вы уже это посмотрели, обязательно оставьте свои комментарии, скажите, что было круче. Здесь, да, тоже все классно, кафе, магазины, скажем, вот все, что нужно, все есть. Скажу, что прям яркие эмоции сразу, когда вышел на набережную, у меня появились, я так не скажу. Но, тем не менее, конечно, красиво, красивые здания, вот посмотрите, да, поют музыку, кафе, магазины, порт, корабли. Однозначно, летом здесь более многолюдно, насыщенно, ну, в общем, как говорится, теперь и вы здесь побывали. Вообще, знаете, почему я вот сейчас такое мнение вам говорю? Потому что каждый раз, когда приезжаем в какой-то новый город, в какое-то новое место, не знаю почему, я как-то автоматически начинаю примерять на себя этот город, вот хотел бы я сюда переехать жить или нет, да. Чтобы вы понимали, откуда я, чем меряю, я меряю обычно вот таким методом, да. Насчет отдохнуть, конечно же, во всех местах классно побывать и отдохнуть, это совсем другое. Но здесь, конечно, если мы сейчас будем сравнивать дальше, то вот эта набережная, Ялтинская, конечно, интереснее, чем набережная в Сочи, в самом центре, это 100%. Ну что, выглянуло солнышко, стало потеплее, мы решили отправиться на морскую прогулку, прокатиться мимо Ласточкового гнезда, Ялты, нам расскажут об истории этого места, в общем, ожидаем наш корабль. Так, ну что, вот мы, друзья, и на корабле, необходимо соблюдать санитарные правила, по правой стороне у нас корабля, у нас Ялта, дети, наша Надя и кофе, пожалуйста, это Есения. Ну что, начинаем нашу прогулку, как пить? Сейчас есть. Друзья, ну вот мы с вами теперь с воды видим гору Айпетри, как видите, вот она огромная, большая. Сегодня она практически без облаков, но мы вчера были там, когда были облака, так что теперь вы увидели с обоих сторон. Наша экскурсия, точнее, наша программа, которую нам рассказывали, закончилась, мы возвращаемся в форт Ялты. Было достаточно интересно, можно было посмотреть, те, кто здесь никогда не проезжал, особенно, если вы просто находились на одном курорте, было бы классно. Опять же, есть еще один такой момент, пока мы ехали из Ялты, можно взять билет в одну сторону, доехать для мисфор и здесь остаться. Собственно, я так понимаю, можно и наоборот сделать, так что тоже имейте это в виду. Не знаю, морские экскурсии всегда имеют место быть, всегда интересно, даже если ты уже все видел. Ну что, друзья, а мы с вами отправляемся дальше в Ялту, там забираем наш автомобиль и уже отправляемся в следующее место, которое покажем прямо сейчас. Многие мои подписчики и мои туристы говорят, Павел, будьте в Крыму, заедите обязательно в Артек. Это то место, куда мечтали попасть многие в детстве, да, и сейчас, соответственно, тоже можно попасть сюда, в этот лагерь Артек. Напомню всем, что Артек это детский лагерь, соответственно, находится в Крыму, находится прямо на первой линии побережья, поэтому сюда можно попасть не каким-то избранным, а всем детям, которые хотят отдохнуть, но они должны иметь какие-то, соответственно, награды, какие-то достижения и так далее. 95% детей попадают в этот лагерь абсолютно бесплатно на бюджетной основе за счет государства, и всего лишь 5% детей могут попасть сюда на платной основе, и стоимость примерно составляет 80 тысяч за ребенка. Поэтому, дорогие друзья, родители, у вас есть еще время поднатаскать, научить интересным делам и занятиям своих детей, и все-таки попробовать попасть в этот лагерь Артек в Крыму. Точное положение этого лагеря это Гурзув, это Крым. Ну, а мы дальше, друзья, выезжаем, как и планировали, едем в Алушту и посмотрим, что есть там, как все выглядит. То есть, как и говорил, наша задача в этой поездке и в этом видео понять для себя и показать вам, что такое Крым, что он себе представляет, какие здесь места, достопримечательность, такие в общем характере, потому что, конечно, вот прям так приехать и основательно все, каждое место детально изучить. Это нужна не одна поездка, не один день, это, наверное, приезжать там на все лето и снимать, снимать, показывать, показывать. Здесь очень-очень много мест, куда можно попасть, стоит попасть. И еще в летнем сезоне еще много мест, где можно искупаться. Ладно, отправляемся. Ну, а мы, друзья, с вами заехали в Гагаринский дворец. Всей семьей по дороге в Алушту из Ялты мы решили остановиться, посмотреть достопримечательностей. И самое из них достопримечательное оказалось это Гагаринский дворец. Кто тут жил? Такая княгиня Гагарина, да. Княгиня Гагарина здесь жила, поэтому называется Гагаринский. А не потому, что это космонавт Гагарин здесь был. Ну, это так, для справки. Ну, я думаю, вы все знаете. Это мы здесь первый раз в Крыму. Ну, возможно, вы тоже смотрите это видео и тоже собираетесь поехать в Крым, посмотреть разные места. В общем, для этого мы и снимаем выпуск, чтобы сделать такой обзор. И сейчас пойдем прогуляемся по нему, по территории. Здесь она не такая большая. Также здесь выход на море сразу. Вот такой старинный. Я думаю, летом даже еще красивее вот этих зарослей, как говорится, да. Вьюна такого в зелени будет. Как новенький. Как новенький. Никаких развалин. Ничего как новенький. Замок. Кстати, принадлежит написано санаторию Утеса. Здесь, кстати, мы-то ехали по другой дороге, заехали. Там написано санаторию Утеса. Много, кстати, таких достопримечательностей, как и Ласточкино гнездо, перекрыты санаториями. И через них есть вход или это их, скажем, эксклюзивная такая достопримечательность. Потому что мы сейчас приезжали, там автобус уходил как раз от санатория. И, в общем, они помимо того, что проводят отдых, еще возят вот свои такие исторические места. Давайте зайдем внутрь. Посмотрим. Ну, тут все тоже с ремонтом, все убрано. Как обычно, замки все холодные. Здесь тоже холодно. Хоть отопление и есть, конечно, центральное, но пока через платы не чувствуется. Попробую такое помещение обогреть, как говорится. В общем, как оказалось, мы просто раньше до этого не изучали. Здесь, видите, вот это красивое такое убранство, все сделано. А дальше это все комнаты управляющие, скажем. В общем, там разные отделы. Здесь, в общем, работают, да. Там есть внизу какие-то досуговые центры. В общем, это не просто так замок. Здесь он используется и по другим назначениям. Так что не просто стоит запустение этот объект. Вот даже бильярд здесь есть. И даже банкомат. Ладно, выходим. Идем дальше. У нас по дороге еще встретится, я как вижу, храм. Поэтому идем прямо туда. Как мы понимаем, это она и есть княгиня Гагарина. Кому, собственно, и принадлежал вот этот дворец-замок. Вот, к сожалению, вход в часовню закрыт, но она вот она. Пройдя через, соответственно, эту территорию, где Гагаринский дворец, мы выходим вот на такую обзорную площадку. Абсолютно красивую, абсолютно открытую и абсолютно небезопасную. Потому что здесь просто сразу же обрыв. Вот, посмотрите. И это вообще небезопасно. Но зато очень-очень красиво, как вы видите. Здесь можно сделать фотографии. Даже нужно сделать фотографии. И еще одно вот такое замечательное место, видовое, мыс Плака. Да, виды в Крыму, конечно, везде огонь. Вот точно. Потому что горы высоко, везде обзорные площадки. Очень красиво. Плюс горы, хвойные деревья, море, сочетание. Так что зарядите тоже по лайку, если вам нравится. Ну, вот так вот прогуливаясь по Крыму, многим разным местам, достопримечательностям. Хочется подчеркнуть везде одно. Везде музыка постсоветского пространства. На самом деле все очень красиво, но вот эти моментики связаны с возвратом к СССР. Какая-то музыка, еще что-то такое. Но как бы для одного поколения, наверное, плюс. Для другого, возможно, это непонятно. Я бы, наверное, сделал бы какие-то нейтральные вещи в каких-то местах. Не знаю, если там какой-то замок, какая-то классика должна быть. Пусть играет на территории какая-то классическая музыка. Но не, скажем, не шансон из этой серии. Да, не такого плана там. Вот, так что, это так мое мнение. Вы можете прокомментировать мое видео. Сказать, как выдумать на эту тему. Отправляемся вон туда. Это Алушта. Поехали с нами. Мы заехали в Алушту и решили ехать не по центру ее, а поехать по набережной. Мы едем и уже по дороге нас встречаются санатории всевозможные. Ну, собственно, Крым это есть такая курортная лечебница, в которой можно найти любое место на свой вкус. Конечно, как и недорогое размещение жилье у моря, вот видите апартаменты, номера, так и целые санатории. Итак, мы выехали с вами на набережную. Ну что, наверное, припаркуем машину, да прогуляемся. Вот мы... Бери под подрук. Мы остановились в Алуште. Прогулимся по набережной. И, соответственно, здесь вот такой пляж. Здесь, конечно, простора больше. Я представляю, как здесь люди занимают все места. Полотенчики, лежаки наверняка поставят. И здесь будет просто, как говорится, яблоку негде упасть. Здесь пляж, конечно, более такой удлиненный, да, места, я думаю, хватит. Может, не всем, но многим. Наконец-то мы прогуливаемся вдвоем. Дали телефоны детям, оставили их в машине. Пока сложно сделать какое-то свое первое впечатление. Ну, по крайней мере, можно сказать то, что здесь пляж действительно большой. Отельчики, какие-то магазинчики здесь уже расположены. Ну, и там дальше тоже есть инфраструктура. Небольшой такой уголок. Даже сложно сказать, сложно сказать пока. Ну, наверное, хороший. В первую очередь, наверное, сюда идут люди за пляжем. И я так думаю, что здесь цены наверняка дешевле, чем, например, в Ялте. Ну, все, пошли обратно. У нас дети начали дергать машину, запекала сигнализация. В общем, сколько там, полторы минуты мы прогулялись. И на этом все. Продолжайте смотреть выпуск. Оставляйте свои обязательно комментарии, лайки, подписывайтесь на канал. И главное, советуйте нас, чтобы люди другие могли посмотреть наши новые выпуски. Так, едем дальше. Вот мы заехали в центр. Здесь насыщенная жизнь. Кипит даже сейчас. Мы проехались по центру Алушты. Все, конечно, бегом-бегом. И сейчас вот выехали к пляжу. Как раз уже к центру. Не тому пляжу, а то, что был в стороне пляж, который мы и выехали сначала. Как достопримечательность он является. И вот, кстати, конек морской, место встречи. Алуштынский аквариум его поставил. И сейчас выходим на местный пляж. Вот как раз центральный. Здесь уже сейчас вкусно пахнет. Кафешечками, кофе, выпечкой, пиццей. Даже птички специально для нас поют. Слышите? Да, активное место. Наверное, бы я сравнил его в какой-то степени с Ялты. Наверное, такая Ялта в миниатюре. Наверное, вот правильное будет мнение. Все то же самое. Есть инфраструктура развлекательная. Порт и пляж. Итак, мы проголодались. И те кошки, похоже, тоже. В общем, мы пришли в столовую. Своей большой компанией наконец-то уселись. Мы отдали тысячу рублей. Приятного аппетита. Мы соселились на сегодня. Здесь вот на входе такая кухня. Называется Лукоморье. Самое недорогое размещение оказалось. И доступно всего 1600 рублей. Нашла наша Надя. Молодец. Заходим. Вот такой у нас номер. Кровать. Два дивана. Кровать. Больше, собственно, нам ничего и не надо. Мы сейчас только уже устали что-то за сегодня. А не забывайте, что я занимаюсь турами по подписке. Это абсолютно новый формат. Оформление туров без комиссий турагентства всегда. Поэтому обязательно переходите, посмотрите, подписывайтесь. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видео. С вами был Павел Георгиев. Компания Георгиев Travel. Пока.